Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Айдар Калимуля, и я являюсь одним из организаторов 6-го международного форума по педагогическому образованию, который пройдет с 27 мая по 9 июня в Казанском федеральном университете. Пандемия коронавируса разъединила нас, и, к сожалению, мы не сможем собраться в гостеприимные Казани. Но я убежден, что мы не должны стоять на месте и продолжать обсуждение актуальных проблем, стоящих перед педагогическим образованием. Для того, чтобы лучше понять, как мы должны развиваться в сложившейся ситуации, что мы должны делать во время и после пандемии коронавируса, мы решили провести опрос международных экспертов, наших друзей, и выяснить, какая ситуация сложилась в той или иной стране мира. Мы задали нашим коллегам два вопроса. Первый. С какими трудностями столкнулись родители, ученики, учителя в той или иной стране в условиях перехода на полное дистанционное обучение? И второй вопрос, который близок к нам. Какие уроки должно извлечь педагогическое образование, и как мы должны изменить наши программы подготовки учителей, для того, чтобы они были готовы преподавать в самых разных условиях? Наши международные эксперты представляют самые разные страны. И я очень благодарен, что они откликнулись на наше предложение и предоставляю слово им. Добрый день, дорогие друзья. Я, прежде всего, хотел бы сказать, что, конечно, очень непростой, но, с другой стороны, для нас, как исследователей, интересный период вошла в мировую систему образования. Этот период характеризуется переходом практически 80% обучающихся в режим дистанционного обучения. Мы наблюдаем за развитием событий уже в течение трех месяцев и видим, что действительно переход в онлайн стал серьезным вызовом как для учителей, которые фактически вышли на передовой план и на фронтир развития цифровых технологий. В настоящее время они осваивают все более и более современные подходы и методики обучения. С другой стороны, это стало вызовом для администраторов системы образования, задачей которой стало обеспечение инфраструктуры, обеспечение правильной организации дистанционного образования. Действительно, серьезная проблема эта стала и для учащихся, и для семей учащихся, которые действительно несут сейчас серьезную нагрузку, связанную с обеспечением учебных мест детей у себя дома. Особенно в тех случаях, когда в семьях присутствует несколько детей. Это стало особенно серьезной трудностью для родителей. В целом, основные сложности, наверное, можно распределить по нескольким крупным тематическим блокам. Первый связан с инфраструктурой цифрового обучения. Несмотря на активное развитие цифровых технологий, в последнее время мы можем видеть, что доступ к цифровым технологиям действительно неравный, до сих пор остается. Есть большое количество семей, населенных пунктов, которые еще не имеют широкополосного доступа в интернет, который бы обеспечивал передачу видеосигнала в достаточном качестве. Кроме того, не у всех есть необходимые устройства, гаджеты, для того, чтобы этот учебный процесс был эффективно в дистанционном формате организован. Второй момент, который, пожалуй, тоже важен, это вопрос квалификации педагогических кадров. И мы действительно видим, что не все педагоги изначально были готовы к подобному формату обучения. Неусловно, некоторые учителя практиковали смешанные форматы, когда часть учебного процесса вводилась в виртуальное пространство. В то же время это не было массовым и, пожалуй, никогда не затрагивало столь многих. Сегодня учителя фактически в пожарном режиме с марта месяца должны были правильным образом выстроить учебный процесс. И мы видим, что они действительно сталкивались тоже с определенными трудностями. Они были и технического свойства. И мы видим в рамках тех социологических вопросов, которые мы проводим, что, по крайней мере, в марте и первой половине апреля основные трудности, с которыми сталкивались педагоги, они прежде всего были технического свойства. Это недоступность ряда учеников из-за слабости канала связи. Это вопросы использования того или иного программного обеспечения, обучения, использования этого программного обеспечения и так далее. Но мы видим, что уже с конца апреля, ближе к маю, сложности перестали быть технического свойства, а скорее больше уже методического. И, например, ученики все больше и больше стали жаловаться на большое количество домашней работы, на сложности организации оценки в дистанционном формате. И мы видим, что на самом деле именно методические, педагогические, скорее даже, вопросы стали выходить на передний план. А это, прежде всего, связано с квалификацией и компетенциями педагога, который должен правильным образом организовывать учебный процесс в дистанционном формате. Это вопрос педагогического редизайна тех курсов, которые ранее читались в очном режиме, связано с новыми форматами оценивания, которые учителя должны применять. Это связано с новыми методическими приемами обеспечения вовлеченности учащихся в учебный процесс в режиме дистанта и организация правильной самостоятельной работы без перегрузок учащихся домашней работы. Эти сложности, которые, наверное, должны, прежде всего, сегодня повлиять и на программы содержания подготовки педагогических кадров. В последнее время часто говорят о цифровой дидактике, о новом типе дидактики, который в настоящее время должен быть разработан и, собственно, включен в программу подготовки учителей. Я уверен, что именно это должно стать тем новшеством, тем изменением, которое произойдет в связи с этим массовым переходом на дистант. Это дополнение и даже в некотором смысле трансформация образовательных программ и формирование учителей, скажем так, больше акцента на формирование учителей цифровых компетенций, но не просто использование программного обеспечения, а более глубокий подход к его использованию и интеграции в учебный процесс. Это методически обоснованная интеграция. То есть это не просто использование технологий, ради технологий, а скорее использование технологий для более эффективного обучения. И второй момент – это, конечно, использование новых образовательных платформ. Мы видим, что, к сожалению, несмотря на бум развития цифровых стартапов, цифровых платформ последние годы, в марте месяца мы не увидели единого универсального решения для школ. И это тоже интересная тема, потому что, несмотря на активное развитие форматов цифрового обучения, до сих пор нет хороших решений. Хороших решений для школ, для дополнительного образования, которые могли бы комплексно заменить контактные форматы обучения. И на самом деле, в рамках технических вопросов, которые мы проводим, мы видим, что ученики в целом адаптировались к учебному процессу в дистанте, но им не хватает контактов, им не хватает общения между собой, им не хватает живого общения с педагогом и с учителем. И когда мы спрашиваем учеников, думают ли они, что подобный онлайн формат может заменить на каком-то этапе полностью контактное и очное обучение, они относятся к этому отрицательно. То есть они говорят, что мы понимаем, что это очень сложный период, очень сложный этап, необходимо потерпеть, но все-таки полные замены нашего традиционного формата обучения, контактного, когда ученики взаимодействуют друг с другом и с учителем, вживую, они полных замен не хотят. Они уверены все-таки в эффективности традиционных форматов контактной работы в большей степени. Хотя, конечно, мы понимаем, что мир и школа уже не станут прежними. Раз открыв этот ящик Пандоры, то есть попробовав в таком широком формате, в формате режима смешанного обучения и режима полного онлайна, я не думаю, что школы полностью вернутся к традиционному формату. И это, конечно, еще раз повторюсь, вызывает необходимость трансформации программы подготовки учителей, которые должны быть готовы к подобному развитию событий, уметь самостоятельно создавать контент, обучающий контент, уметь планировать учебную деятельность в цифровом режиме и уметь вовлекать в этот процесс учащихся, удерживать их фокус внимания. Я уверен, что в рамках конференции ИФТ текущего года эти вопросы тоже будут активно обсуждаться. Они очень актуальны, животрепещущи. И я уверен, что в рамках заседания рабочих групп будут выработаны некоторые подходы, которые помогут и педагогическим институтам, и органам управления в сфере образования, простым учителям найти некоторые выходы и интересные идеи для тех трансформаций, которые, видимо, ожидают нас в ближайшее будущее. Уважаемые коллеги, искренне приветствую участников педагогического форума на базе Института психологии и образования Казанского федерального университета. Конечно, печально, что нет возможности встретиться лицом к лицу, но тем не менее, желаю всем творческой работы, содержательной дискуссии и плодотворного сотрудничества. Теперь разрешите мне перейти к двум вопросам, которые были заданы. Первый вопрос о проблемах. В чрезвычайной ситуации с COVID-19, это надо признать, что все это произошло внезапно в середине весенних каникул, и отсутствие выбора, и как следствие повсеместного перехода на дистанционный формат обучения, как в школах, так и в университетах США, возникло несколько проблем, особенно у той части учителей и преподавателей, которые впервые столкнулись с форматом обучения дистанционно. Выводы делать, конечно же, пока рано, поэтому поделюсь своими наблюдениями. Основное наблюдение связано с проблемой сохранения качества. Обучение в дистанционном формате. Именно поэтому в университетах, в частности, в нашем Техасском университете, перешли и дали возможность преподавателям и студентам выбрать систему оценки удовлетворительно-неудовлетворительно. А в школах отказались от тестирования стандартизированного, и это объясняется тем, что руководители системы образования, руководители университетов озадачены проблемой качества создавшихся условиях. Далее, вторая проблема, как я ее вижу. Происходит перенос акцента информационно-организационных функций в работе учителя-преподавателя на конструктивно-проектировочные. Дело в том, что информационно-организационные функции всегда были доминирующими при традиционной классно-урочной системе, на которой, собственно, и построена традиционная дидактика. Видно, что в новых условиях эта система теряет свою актуальность, и на смену классно-урочной системе приходит цифровая обучающая среда, которая становится доминирующими именно конструктивно-проектировочной функцией в работе учителя и преподавателя. Третья проблема, как не видится, в дистанционном формате доминирование переходит к индивидуальной самостоятельной работе по сравнению с теми же коллективными формами работы, работы в малых группах традиционного обучения. Учитывая, что в школах ШАР при традиционном обучении достаточно скептически относились к домашним заданиям, то в новых условиях как учителя, так и школьники испытывают определенные трудности с переходом на более высокий уровень самостоятельности в дистанционном формате. И, наконец, последняя проблема, на мой взгляд, самая главная. Надо признать, что учителя и преподаватели были не готовы к смене парагигмы. Что я имею в виду? Дело в том, что в дистанционном обучении доминирующим становится учение. Преподавание уходит как бы в тень. И в связи с этим, перекидываем мостик уже ко второму вопросу, будущего учителя надо готовить к тому, чтобы он, прежде всего, научился проектировать эффективную обучающую среду. Американцы говорят, every challenge comes with an opportunity. То есть каждый вызов – это одновременная возможность. И в связи с этим я перехожу ко второй части, ко второму вопросу. Уроки, которые мы извлекаем, и, соответственно, возможности, которые нынешняя ситуация предоставляет нам в реформировании, может быть, в пересмотре каких-то позиций подготовки учителя. В своей работе 2013 года Engineering of Learning, в русскоязычном варианте это будет звучать как Инженерия учения, изданная институтами функционных технологий в образовании ЮНЕСКО, Ваши покорные слуга выделяют необходимые и достаточные условия формирования эффективной обучающейся среды в цифровом формате. Дело в том, что учителя и преподаватели при проектировании и проведении дистанционных курсов, как правило, основное внимание уделяют необходимым условиям. Это так называемые косметические параметры дистанционного обучения, например, яркое оформление страни и черков, насыщенность курса видеофрагментами иногда недостаточно содержательными. К сожалению, очень много преподавателей наполняют курс PDF копиями текстов из учебников, используют тесты с выбором ответов. Одним словом, доминирует, я бы сказал, в лечении формы в ущерб содержанию. Конечно же, говорить о качестве обучения в таких условиях не приходится. В работе Engineering of Learning мы определяем следующие, не столько необходимые, но прежде всего достаточные элементы в проектировании и проведении дистанционных курсов. Каковы же эти элементы? Ядром прилагаемого подхода является знание принципов и закономерностей новой дисциплины, которая зародилась на рубеже нового века, называется Learning Sciences. В русском переводе это науки об учении. Не путать ни в коем случае с теорией учения или теорией обучения, в которой среди прочих важных тем представлены механизмы e-learning, learning analytics и так далее. Очень важно знание и компетенции в практическом применении моделей целеполагания и таксономии учебных целей. Следующий элемент очень важный. Знание и компетенции в проектировании содержания, content design, обеспечении интерактивности содержания, content interactivity и создание условий для глубокой проработки содержания через различные формы коммуникации, обсуждения, диалога. Content communication. Следующий важный элемент. Знание и умения гибко конструировать интерактивные формы контроля и оценки учащихся и студентов в цифровой среде. И последнее, но не менее важное условие знания и умения практически осуществлять неразрывную связь между тремя ключевыми элементами дистанционного обучения. Learning outcomes, content design, engineering assessment. То есть вот эти три связка между тремя составляющими являются необходимым и достаточным условием. На мой взгляд, эти элементы в формате отдельных курсов или семинаров по проблематике engineering of learning, а именно learning sciences, опять я повторюсь, design of effective learning environment, connecting learning outcomes, content and assessment, individual classroom, должны стать важными составляющими подготовки будущего учителя к работе в дистанционном формате. Еще раз всем удачи в содержательном дискуссии, плодотворного сотрудничества. И я уже надеюсь, что следующий форум мы будем встречать вместе, лицом к лицу, на площадке Казанского федерального университета. Спасибо за внимание. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Хотелось бы сказать, с какими основными проблемами столкнулись преподаватели Брестского государственного технического университета Беларусь в условиях пандемии COVID-19. В силу специфики работы в условиях пандемии нами проводятся разные виды занятий. Одни с использованием информационно-коммуникационных технологий, другие в традиционной форме. Поэтому, если у кого-то из преподавателей есть необходимость провести занятия онлайн в университетской студии, так и делается. Другие пользуются своими личными ресурсами и гаджетами и работают на разных онлайн-платформах. Сохранился в традиционной форме и индивидуальный подход. Проводится у нас консультации по курсовым работам, дипломному проектированию, практике. Но главное для нас здесь, чтобы не терялось качество обучения. Замечу, что в университете этот процесс работы в дистанционной форме мы начали еще год назад, когда о коронавирусе никто не слышал. Еще тогда стали развивать мы некоторые дистанционные формы работы. Поэтому в настоящее время преподаватели оказались готовы к тому, что можно более широко использовать современные технологии в ситуации, которая возникла в последнее время. Да и для студентов это тоже не является проблемой, в том числе и для студентов-иностранцев. Поэтому сама ситуация с коронавирусом лишь помогла преподавателям дополнить учебный процесс новыми формами работы, а не заменить очное образование дистанционным. В силу сложившейся ситуации мы видим и основные проблемы, с которыми столкнулись преподаватели нашего университета. Первое – это возросшая нагрузка из-за перехода в онлайн-формат, потому что кроме времени, отведенного на лекцию или практическое занятие, требуется дополнительное время преподавателю на проверку письменных работ, их корректировку, консультирование студентов, а в условиях обучения иностранных студентов – это важно вдвойне и требует еще большего времени. Вторая проблема – это проблема организации обратной связи. Не просто оказалось ее организовать, проводить промежуточный контроль знаний, ведь любое задание выполняется студентом без присутствия преподавателя. А это значит, что преподаватель не может определять на основе выученного, усвоенного им материала выполнена присланная работа или только на основе формально полученного информационного интернет-поля. Да, преподаватель, прочитав лекцию, может разместить на образовательной платформе и дополнительные материалы, в том числе видео, тесты, и это хорошо. Однако определить самостоятельно, ли они будут сделаны студентом или с помощью кого-то, невозможно, а значит, и оценить такую работу сложно, как и в целом самокачество обучения. Как и уроки, из создавшейся ситуации должна извлечь система подготовки в нашей стране. Конечно, нами был сделан вывод, что дистанционная форма работы в университете может использоваться как одно из инновационных средств обучения, дополняющие традиционные формы, но ни в коем случае не основное, так как живое общение с преподавателем не только активно мотивирует к получению знаний, но и помогает усвоить материал, формирующий и развивающий компетенции студентов, будущего профессионала. Хотелось бы поблагодарить участников и организаторов проекта за предложенную форму работы и думается, что она поможет выйти на новый уровень обучения как учеников, так и студентов в разных государствах мира, а значит, повысить и качество образования. Спасибо. Уважаемые коллеги и друзья, основными характеристиками современного мира сегодня выступают такие его качества, как развитие, изменчивость, динамизм, новизна. Именно такими данными можно охарактеризовать и переживаемые нами трудное время карантина, ковидной пандемии, в котором мы живем уже больше двух месяцев. Бурное развитие так называемого врага, невидимки с шипастой короной изменило не только нашу личную жизнь, но и внесло коррективы и новизну в образовательный процесс. Нужно отметить, что в Румынии с 16 марта по 16 мая было введено чрезвычайное положение. Решением Минобразования учебные заведения ушли на дистанционное обучение, а университеты, исходя из университетской автономии, объявили переход на онлайн-обучение в разные сроки. Некоторые с 24 февраля, другие с 11 марта, а наш Ярский университет приостановил занятия лицом к лицу 16 марта. 26 апреля президент Румынии объявил, что научные заведения откроются в сентябре-октябре. Длительность пандемического карантина заставила всех нас перенастроить нашу жизнь. Преподаватели и учителя из воспитателей и профессионалов, обучающих своих подопечных лицом к лицу, превратились в онлайн-преподаватели в системе дистанционного обучения. Хотя работаем, используя допандемическое расписание, составленное университетами и школами, некоторые из нас составили для себя виртуальное расписание группы, когда встречи планируются, исходя из возможностей учащихся и студентов войти на ту или иную образовательную платформу, так как у многих нет технического оснащения для обучения во времена вынужденной изоляции. Министерство просвещения Румынии обязалось до осени обеспечить ноутбуками и планшетами 250 тысяч учащихся, а также предоставить учителям необходимую подготовку по онлайн-образованию. На это выделено 150 тысяч миллионов леев или 30 миллионов евро. В настоящее время большинство преподавателей, учителей и родителей говорят о том, что онлайн-школа в Румынии близка к любительской. Хотя министерство предлагает свою онлайн-платформу Adversio.ro, она перегружена. А для учителей с переходом на дистанционное образование реально возросла нагрузка примерно в два раза. Хотя мы и наши студенты оперативно получили пошаговые инструкции и рекомендации, наладить удобную связь преподавателя со студентами на образовательных платформах удалось с трудом, потому что большинство из нас не владеют навыками и умениями дистанционного обучения, не прошли курсы повышения квалификации по использованию дистанционных технологий в образовании. Кроме того, у многих университетов, в том числе и у нашего, нет своей цифровой платформы. Если даже видеотрансляции, вебинары, чаты, форумы стали новой реальностью учебы в вузе, в нынешней ситуации, нужно признать тот факт, что учиться и учить стало сложнее. По нашему мнению, государство должно в таких условиях обеспечить всех участников дистанционного образовательного процесса как минимум хорошими техническими средствами. Все будущие учителя должны освоить методику преподавания своего предмета дистанционно. Для сегодняшних учителей должны быть организованы курсы повышения квалификации. Конечно, сегодня так называемое дистанционное обучение при пандемии коронавируса непременно скажется на качество румынского образования. Трехмесячное коронавирусное онлайн-обучение и перевод всего образования в дистанционный режим создало новую, уникальную современную образовательную среду, в которой между учебными заведениями, семьями и обществом устанавливается новое сетевое взаимодействие. В эту новую реальность с новыми нормами и возможностями образование в Румынии, как и во всем мире, вошло в период COVID-education. Под этим названием, по нашему мнению, останется этот период в истории и практике мирового образовательного процесса. В этот период международный сигнал бедствия СОС наполнился, по нашему мнению, новым значением, которое можно расшифровывать как солидарность, ответственность, сотрудничество. И эти идеи отражают, как нельзя лучше, взаимодействие школы, семьи и общества в эти трудные, но все-таки интересные времена, пусть даже в некачественном дистанционном формате. Спасибо. Добрый день, уважаемые гостина конференции. Меня зовут Мирослав Прохазка. Я работаю на Южно-Чешском университете в городе Чешской Будеевице в Южной Чехии. Я получил вопросы, которые касаются обстановки в наших школах в кантексте с проблематикой болезни COVID-19. Первый вопрос касался того, каким способом изменилась работа в нашей школе. Можем сказать, что нам удалось в Чешской республике ввлечь систему заочного обучения почти всех студентов, всех учеников, но несмотря на то, по исследованию, которые у нас делаются, мы нашли около 10 тысяч учеников, студентов основных и средних школ, которые не удалось разработать в онлайн системе, которые, можно так сказать, а стали стоят помимо системы образования. Какая была причина этой обстановки? Во-первых, можно сказать, можно так, масовое расширение техники. Много студентов из многих семей имело недостаток в качественном приключении, подключении к интернету. Значит, что новая система обучения была очень сложная для того, чтобы было достаток дат, данных для работы через онлайн системы. Во-вторых, показалась очень низкая motivация некоторых студентов, учеников и даже их родителей. Просто семьи имели новые проблемы, проблемы личные или проблемы на работе и они чувствовали очень проблематично эту новую ситуацию и почувствовали, как много времени надо направить на работу со своими детьми. Во-третьих, появилась большая проблема социальным дефицитом некоторых семей. У нас есть такие регионы, в которых просто преобладают семьи с различным социокультурным капиталом и эти семьи не были способны вести коммуникацию со школой со своими учителями. Например, некоторые решали это таким образом, что учители с родителями встречались в определенное время перед школой и передавали материалы например на напечатанном форме. Второй вопрос касался того, что это значит для подготовки будущих учителей. Там много тем, но мне кажется интересным одно дело. Оказалось, что высокий процент учащих в онлайн системе остается в коммуникации с школой пасивной. Значит, можно предполагать то, что у них до сих пор преодолевает внешняя мотивация. Это, по-моему, ключевая тема подготовки учителей. Каким образом инициировать внутреннюю мотивацию и сосредоточиться на личность учеников, на личность ученика и на работу с этой личностью. Это, по-моему, большая тема. Желаю вам всем успеха на этой конференции и надеюсь, что когда-то мы лично встретимся. До свидания всем. Здравствуйте, дорогие коллеги! Я приветствую вас из Германии, города Дрезден, технического университета Дрезден, факультета педагогических наук. Как и во всем мире, наши школы и университет перешли с апреля на занятия в онлайн-формате. С поэтапной нормализацией общественной жизни наступает время обсуждения результатов этого эпохального эксперимента всеобщего хомскулинг. Опыт показывает, что технические средства помогают частично реализовать учебные задачи, если учителя оснащены цифровой техникой и обеспечены информационными программами и технологиями. Нельзя требовать от учителей индивидуально покупать высококачественную технику и программы. Но необходимо готовить будущих учителей и требовать от учителей квалификации в использовании цифровой техники, понимая, что цифровая техника не заменяет живое общение, но в условиях особого режима позволяет избежать застоев и полной изоляции в сфере образования, а также обогащать процесс передачи предметных знаний. Неквалифицированное использование технических возможностей и программ как преподавателей, так и студентов сужает возможности диалога и обратной связи, как получилось с одной из моих учебных групп. Возвращаясь к школьному образованию, следует принять во внимание факт, что речь идет не об отдельном предмете, а о школьном образовании в целом. Следовательно, следует избегать смешения ролей родителей и профессионального учителя. Не следует передавать родителям роль эрзац учителя. Смешение ролей приводит смешению авторитетов, смешению педагогических отношений, что может негативно повлиять на развитие личности ученика в целом. Профессиональный долг учителя и homeschooling помочь прояснить роль родителей, что может перенять мать или отец, помочь в создании структуры дня, форм смены деятельности, недопустимо взваливать ответственность за процесс обучения или только на родителей, или только на учителей. В данном случае ситуация вынужденного homeschooling помогает понять важность кооперативного сотрудничества учителей с родителями во имя блага общей цели. Кооперативное сотрудничество необходимо также и с коллегами, поскольку количество и объем заданий требуют согласованности учителей одной школы, а также единых требований к выполнению заданий. Опыт показал, что homeschooling не заменяет обучение школе, так как учащимся важно общение и со сверстниками. А в целом нам всем важно понять, что презентации, ролики, фильмы, лекции это, как у нас здесь принято называть консервы. Консервы важны в походе, на войне, в полевых условиях, но консервы не заменят здоровую и свежую пищу. Здоровье было и остается важной ценностью. Поэтому обучение в условиях коронавируса заставляет нас задуматься о ценностях как всей жизни, так и ценностях всеобщего, школьного и высшего академического обучения. Спасибо за внимание. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я очень рад, что могу поделиться с вами своим мнением по задаваемым вопросам. По вопросу о проблемах, с которые столкнулись по отношению образования в Болгарии в целом, я б сказал, что они много. Но я остановлюсь на некоторых из них, которые, на мой взгляд, более важны. Прежде всего, я хотел бы начать с того, что были две общие проблемы из системы школьного образования в целом. Во-первых, не было никакой готовности, прежде всего психической, конечно, к дистанционному обучению, что понятно, все произошло внезапно. И во-вторых, не хватало единой синхронизованной и хорошо функционирующей системой дистанционного обучения, а также достаточной квалификации учителя для работы в такой среде. Многие школы имели опыт работы с разными платформами, но другим школам не хватало такого опыта. Просто не было никакой причины для его создания и накопления до сих пор. Помимо этих общих проблем, проблемой, с которыми столкнулись все основные участники системы школьного образования в Болгарии, учителя, ученики, родители, разные для каждого изъятия групп. Но, несмотря на различия, есть и сходства. Основная проблема для учителей в целом заключается в том, что более 65% из них старше 45 лет, и у них не было достаточно опыта дистанционного обучения, а также работы с информационными и коммуникационными технологиями в целом. Конечно, есть исключения, но, как говорят математики, исключения подтверждают правила. Что касается учеников и не в последнюю очередь родителей, проблема заключалась в том, что не во всех домохозяйствах есть компьютеры. Пришлось проводить обучение с помощью мобильных телефонов, но не всегда телефоны и не все телефоны имеют платформы и функциональные возможности, которые предлагают компьютеры. Наконец, еще одна общая для всех проблема. Она связана с потребностями человека в реальном общении с другими, как лично, так и профессионально. Необходимость соблюдения карантина закроила каждого в своих домах и создала ситуацию, в которой нужно было медленно и трудно привыкать. Что касается уроков, которые должна извлечь честная подготовка учителей и создавшиеся ситуации, я бы сказал, что есть два основных. Во-первых, необходимо предпринять усилия и принять меры для привлечения в рамках программ подготовки учителей умных и мотивированных молодых людей, готовых и желающих работать в самых разных условиях. Пандемия показала нам, что невозможно предсказать все трудности, с которыми мы столкнемся в будущем. И во-вторых, серьезное внимание следует уделить хорошие педагогические подготовки будущих учителей и в учебная программа следует в чут достаточное количество часов, чтобы они могли приобрести высоко квалификацию для работы с информационными и конструкционными технологиями в образовании, а также формировать у них положительные отношения к постоянному повышению эти квалификации, потому что технологии меняются очень быстро. Наконец, я хотел бы благодарить организатора форума за их усилия по превращению его в виртуарные, а также поздравить всех участников с тем, что они приняли вызов включиться. Я надеюсь, что в следующем году мы сможем увидеться и пообщаться вживую. Желаю всем всего наилучшего и самое главное будьте здоровы! Говоря о ситуации в Пиленде, я скажу, что сейчас школьники вернулись обратно в школы на этой неделе в середине мая. Несмотря на то, что до конца учебного года остается менее двух недель и пандемия все еще не закончилась, данное решение удивило многих, в том числе и учителей, потому что им сообщили за две недели о том, что они возвращаются обратно. Но, тем не менее, это было очень важное и необходимое решение во многих смыслах. Значит, прежде всего оно было связано с тем, что сейчас Финляндия хочет протестировать и понять, что работает, а что не работает, что должно быть улучшено. И это нужно сделать сейчас, до того, как все уйдут на каникулы, с тем, чтобы за летом была возможность отрефлексировать и понять, что должно быть улучшено до начала следующего учебного года. на данный момент у системы образования есть теоретическая стратегия того, как нужно работать в условиях пандемии. И за ближайшие две недели они будут тестировать эту стратегию, пилотировать ее и затем в течение лета улучшать. Понятно, что не все родители хотят в этом участвовать, и примерно 20% школьников не возвращаются сейчас в школы. То есть, у родителей, у детей есть возможность отказаться. Но в целом большинство поддерживает это решение и понимает его важность. При этом работа онлайн и удаленная учеба складывались хорошо. То есть, в техническом плане страна оказалась готова. Дети тоже показали хороший уровень самостоятельности. То есть, в этом плане все складывалось хорошо, но при этом финской системе всегда был акцент на общение на живое общение, на работу в команде, непрерывное взаимодействие. И, естественно, этот компонент во многих смыслах утрачивается при работе онлайн. Вот поэтому сейчас это такой сейчас приоритет создать некоторую гибридную модель, которая будет совмещать в себе возможные элементы и онлайн-образования, но и живое общение в школе. И вот этот режим тестирования сейчас очень важен, чтобы понять, что и как должно работать уже в течение следующего учебного года. Так, в целом, пока важно рано говорить о каких-то глубинных анализах проблемы системы образования, поскольку на данном этапе все более-менее работает нормально, то есть сильных провалов не было зафиксировано, но тем не менее Финляндия стремится работать над всеми шероховатостями, которые возникают и понятно, что они неизбежны. Ввиду этого основной урок того, что надо переделать, будет только извлекаться в течение лета самими учителями, у них будет возможность рефлексировать, то есть они уже попробовали себя в роли онлайн-тютеров и сейчас они работают в режиме социального дистанцирования в школах, поэтому создание еще более гибкой системы это основная задача на данный момент. Педагогическое образование в Финляндии всегда было направлено на подготовку самостоятельных и гибких учителей и данный акцент будет еще только усиливаться. Уважаемые коллеги, доброе время суток. Хотелось бы выразить большую благодарность Казанскому Федеральному Университету за организацию виртуального международного педагогического форума, несмотря на всю вот эту сложившуюся ситуацию с коронавирусом и пожелать всем нам творческих успехов. Сегодня в трудное время, когда весь мир охвачен проблемой системы образования Кыргызстана старается внедрять обучение с использованием дистанционных технологий. Конечно же, об обучении с использованием дистанционных технологий мы говорим уже давно и вузы нашей страны активно внедряют, но для системы школьного образования это можно сказать в новинку. Хотелось бы отметить, что вот уже активно страна взяла курс на цифровизацию и на это указывает тот факт, что указом президента Кыргызской республики уже два года подряд объявлены годом цифровизации. Сегодня практика показывает, что учителя наши быстро сориентировались и за такой короткий срок в сети интернет появляются различные видеоролики на русском языке, на кыргызском языке, на узбекском, на таджикском языке, потому что у нас есть школы с обучением на этих четырех языках. Также появляются онлайн тестовые задания, создаются презентации и много другое, что, конечно же, является хорошим подспорьем для проведения уроков через интернет. Но, конечно же, как и везде, есть проблемы. Но проблемы эти в основном технического характера. например, слабая скорость интернет. В некоторых районах очень мало отсутствие постоянного подключения к сети интернет. Также в связи с погодными условиями у нас временами отключается электричество в сельских районах. Это тоже доставляет неудобства обеспечения дистанционных технологий. Ну и есть ряд семей, которые используют один девайс на всех учеников. Во всей этой деятельности хотелось бы отметить усилия нашего Министерства образования, усилия учителей, Крыгырская Академия образования, телерадиокомпании, которые активно налаживают систему дистанционного образования. И также хотелось бы отметить, что какие основные уроки мы должны извлечь из всей вот этой сложившейся ситуации. На мой взгляд, больший акцент мы теперь будем делать на формировании ИКТ-компетентности учителей, то есть учить их полноценному освоению компьютерных программ и активному и грамотному использованию. Спасибо большое за внимание. До новых встреч! Дорогие коллеги, я уверен, что всем нам было очень интересно выслушать мнения международных экспертов, несмотря на то, что они представляют самые разные страны с различным уровнем социально-экономического развития, образовательными системами, традицией, но всех их сближает наверное общая проблема и те последствия, которые вызвала пандемия коронавируса для образовательной системы. Прежде всего это то, что учителя, педагоги практически всех стран оказались не готовы к работе в дистанционном формате, в том полном объеме, которое требовала ситуация. Но при этом все сходятся в единой точке зрения, что дистанционное образование это вынужденная мера в условиях пандемии, это своеобразный выход из сложившейся ситуации. И понятно, что можно много роптать, возмущаться, находить негативные моменты, но тем не менее это лучше, чем если бы учебный процесс остановился полностью. Но при этом становится очевидным, что и в нормальной жизни дистанционное обучение необходимо, и я думаю, мы должны извлечь уроки из того, как мы тот опыт, который мы накапливаем в эти месяцы, мы сможем имплементировать уже нормальный образовательный процесс и построить действительно эффективное смешанное обучение, так как отрицать дистанционное образование мы уже не можем. В этой связи встают проблемы, и эти проблемы, которые выявились сейчас, мы также должны своевременно решать. В частности, практически все эксперты отмечали проблемы технического характера, связанные с нестабильностью связи, особенно в отдаленных районах. Отмечается проблема социального неравенства в образовании. Дело в том, что далеко не каждый ребенок, ученик был обеспечен необходимыми девайсами, компьютерами, планшетами. В некоторых семьях их не было вообще, и в некоторых странах создавались специальные фонды для поддержки таких детей. еще одна проблема, которую необходимо решать, это необходимость комплексной взаимосвязанной деятельности не только учителей, но и родителей, администрации и, конечно же, самих учеников в создании эффективной системы обучения. Речь идет и о единых подходах, системах оценки, источников информации и даже учебной нагрузки, которая очень часто ложилась на плечи детей, ввиду отсутствия комплексного контроля и подхода со стороны администрации школ. В любом случае мы должны признать, что современные учителя всех стран, которые в этих непростых условиях пандемии и коронавируса осваивали для себя новые дистанционные технологии обучения в широком формате. Это современные герои, так же, как и врачи, борющиеся с ковидом в больничных палатах. И эти месяцы потребовали для учителей большой внутренней трансформации. Понятно, что учителя старшего поколения наверное оказались в очень непростой ситуации и поэтому учет возрастных особенностей работы в цифровой среде это также одна из актуальных задач для современной образовательной практики. Отрадно, что понимание необходимости модернизации всей образовательной сферы как на школьном, так и на вузовском уровне есть уже во всех странах и я уверен в ближайшем будущем мы станем свидетелями и участниками серьезной трансформации школьного и вузовского образования. Говоря о втором вопросе, который был задан международным экспертом, какие уроки должны излечь наши национальные системы педагогического образования, то не вызывает сомнений тот факт, что мы должны менять наши программы подготовки учителей в университетах, в том числе более активно вводить новые модули и курсы, связанные с цифровой трансформацией образования. Должны трансформироваться и психологическая подготовка, включая методы работы учителей по профилактике и предотвращению негативных следствий работы детей в цифровой среде, которые нам всем известны. Я благодарю наших международных экспертов за очень открытый и правдивый рассказ о тех проблемах, которые есть в их странах. Я думаю, что это очень важно, потому что только понимая эти проблемы, не скрывая их, мы действительно сможем найти пути выхода и самое главное, мы сможем обмениваться тем опытом, который накоплен на уровне различных стран и использовать его в своих образовательных системах. Огромное вам спасибо, я надеюсь, что очень скоро пандемия коронавируса завершится, мы вернемся к нормальной жизни, здоровья всем, вам, вашим близким, коллегам, берегите себя и до встречи в 2021 году в Казани на очередном международном форуме по педагогическому образованию, проводимом в Казанском федеральном университете. Субтитры создавал DimaTorzok